Совесть и бойцовское сердце, которое ведет его в атаку. И вот это мерило основное. Ну вот сейчас рефери разобрался с табуретами. Хороший, качественный ринг. Первый раунд. Значительно выше своего соперника. Метр девяносто семь. Рост Даниэля Сэма и тяжелее. На 12 килограммов. 117 кило вес британца. Ибрагим Араб в черных трусах. В черных трусах. В черных трусах с белыми, вот такими жар-птицами. Даниэль Сэм. Сэм в углу. Отбивается. Отмахивается. И коленом тут же пытается Араба. Потрясти. Но Араб бьет в лоу-кик. И правильно делает. Помните поговорку колосс на глиняных ногах? Вот в таком бою с высоким и мощным соперником очень важно нанести удар по устоям, по основаниям, по фундаменту. Снизить мобильность, уменьшить возможность передвигаться. Ух, ответ! Вот это ответ! Наш ответ Чемберлену. Ну нет, Чемберлен британец был. Удар по животу, удар в голову. Кувалдообразный удар. Вкладывается от души, вкладывается в каждый удар. Чувствуется, что бьются вдохновенно. Недежурные удары. Сэм, прежде всего, боксер. Боксер классический. Но пока рук, которые остановили бы и полностью потрясли соперника, мы не увидели. Пока все еще готовится. Это решающая атака. В основном Сэм бьет левой ногой. Правая голень у него травмирована, забинтована. И это не очень хорошо. Конечно же, это заприметил Ибрагим Аараб. Правую ногу подальше прячет от соперника. Сэм. Там Хэринг. И машет, и говорит без устали. Спокойно, тихо, но... Девушки не понимают этих странных мужчин. Зачем так колотить друг друга по ногам? Ну еще бы по мячу. А нет, бьют друг друга. Странные люди эти люди. Второй раунд. Меняет стойку у Сэм. И вот правую ногу. Справа подмышкой у Араба гематома. Это как раз работа левой ноги, левого колена. Вот здесь нужно было ужалить. Вот здесь нужно было щелкнуть Сэму. Он провалил Араба. И тут же надо было его пришпилить справа. Но перестраховался, переосторожничал. Стоп! Большой Сэм. Пойдем! Кстати, сегодня будет в режиме Суперфайт Рауль Катирнос. Вот он побил Даниэля Сэма в свое время. Да, было дело. В турнире Суперкомбат. В майском этапе справа апперкот прошел. А Араб не тушуется под натиском вот этих таких камнепадов, которые обрушивает на него Сэм. Держит, держит этот натиск. И сам отвечает довольно остро. И может попасть так, что не поздоровится. Араб это умеет делать. Это первый полуфинал. Точнее, в разделе Суперфайт проходит этот бой. А в полуфинале будет биться Павел Журавлев и Бенджамин Адек Буи. Капы водворены на место. И бой продолжается. Фронткик мощный. Второй раунд завершен. Очень дисциплинированные спортсмены. Внимательно взирают на рефери. Боковой слева должен был быть нанесен с подшагиванием. А так попал по защите Сэм. Понять можно Сэма. Когда у тебя одна нога травмирована, то приходится осторожничать и беречься. Это сказывается, конечно, на общем рисунке боя, на настрое. Дальше. Сэм. Прежнему левой ногой. Очень легко работает. И вот коленом с прыжка, по-моему, капу кого-то полетело. Бой продолжается. И по печени пробивает Сэм. Еще раз левый пытается туда же. Вроде бы угрожает, вроде бы жестче бьет Сэм, но все время вперед идет Араб. Просто действует Араб. Руки держат высоко и идет прямо на соперника. Ринг сегодня доставит хлопот боксерам. Если в первом бою уже скользят. Бойцы это предвещают фигурное катание в последующих поединках. Я тоже точно. Тяжел. Сэм. Но чувствуется, что и руки у него потяжелели. Налились тяжести. Нет, было и роскоши, и резкости. Такое движение. Ну, очень сырое. Танцовушка пытается забрать себе Араб. Долго, очень долго готовит атаку Сэм. И вынужден отходить. Ух, как сейчас было опасно. А Араб накинул справа. Такой петлеобразный удар. Такой петлеобразный удар. Такой петлеобразный удар. Но, как следует, не попал. И Сэм в добром здраве и в хорошем настроении ушел в свой угол. Ну что, могут и добавить раунд, если судьи не определятся. Данил Сэм, два, один. В пользу британца, мы так понимаем. Посмотрим, что скажут судьи. Там Херинг поддерживает своего подопечного. Вот здесь нужно было выше выносить колено. Ну что ж, Арабу, чтобы побеждать у такого великана, нужно было действовать еще острее, интенсивнее. Да. Даниэль Сэм, Великобритания, выиграл по очкам. По-моему, вполне справедливо. Что ж, Сэм победил. Хотя, все было непросто. Данилен, мы поздравляем тебя с победой. Ну как ты бился в этот раз? Все три раунда, конечно, было непросто биться. Я работал так, как мог, но в то же время немножко не получилось то, что хотел сделать. Ну, у тебя немножко колено работало, а ногу ты придерживал. Ну да, я слегка травмировал голень. И вот пришлось здесь, конечно, использовать тот арсенал, что у меня был. Ну, конечно, я... Конечно, конечно, я благодарен всем, кто поддерживал меня, кто готовил к этому бою. И к тренеру своему. И удачи всем. А небольшой перерыв. И продолжится прямой эфир. Павел Журавлёв и Бенджамин Адагбуи. Вот Павел так работал. Да-да-да. И Адагбуи тоже славно, славно потрудился. Ну что ж, программа турнира не меняется. Бои тяжеловесов. И сейчас полуфинальный бой, в котором встречается Павел Журавлёв, Украина, хорошо известный нам с вами и по московскому рингу. И его соперник, боец из Румынии, Бенджамин Адагбуи. Чрезвычайно популярный здесь, в Румынии, Павел Журавлёв по прозвищу Кайман. Он не лезет за словом в карман. Он ведёт себя, как атаман. На любого накинет аркан. Да. И не нужен Павлу стакан. И не нужен Павлу наган. Павел, это не старикан. Нет. Павел крепкий пацан. Натуральный Кайман. Павел Журавлёв, Украина. Он хорошо работает. И он всегда поступательные движения совершал на ринге. Да, он проигрывал. Да, он бился с переменным успехом. Да, он выигрывал. Но он всегда выносил какие-то уроки. И он всегда совершенствовался. Он всегда рос. Это очень здорово. Павел Журавлёв. Я думаю, устроит здесь севастопольский вальс. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось. 29 лет Павлу. Он весит 96 килограммов при росте 1,86 метра. А вот его соперник. Бенни Адагбуиз. Маленькая дискотека. Танцпол. И хорошая команда. Хорошая команда с ними лет. Танцпол из Румынии. Бенни Адагбуиз. Мистер джентльмен. Так зовут. Так прозывают. Бенни Адагбуиз. Бенни Адагбуиз. Только три человека в углу должно быть у боксёра. Бенни Адагбуиз. Владимир Кондов в Болгарии. И сейчас очень любопытный бой. Это полуфинал. Кто побеждает, выходит финальный этап. И еще один бой предстоит провести, чтобы стать или же не стать чемпионом турнира. Суперкомбат. Вот это Павел, вот это Кайман щелкнул челюстью и съел. Вместе с ботинками, вместе с перчатками. Ой-ой-ой, не надо поднимать, не надо торопиться. Ай да Паша, просто так не машет. Ой-ой-ой-ой, вот досталось бы они, а. Ай-ой-ой-ой, ай-ой-ой, ай-ой-ой. Ну конечно, это спорт, это большое братство, но никакого здесь не было ни умысла, ни... Лишь божий промысел, да. Точно так же и Паша мог оказаться на полу. Бенджамин бьет очень мощно. Вот, чиркнул, казалось бы, не такой уж был удар. С чего все началось? Такой полуджеб набросил слева и тут же потряс. Ну надо же, вот это заряжено. Словно батарейка в перчатке у Журавлева. Вот, в лобную долю попал. И весь вестибуляр рассыпался у Адыгбуи. Да. До верного действовал Журавлев. Красавица танцевала перед началом боя. Вместе с Бенджамином, который тоже пританцовывал. 25 секунд потребовалось Павлу Журавлеву. Бенджамин не верит, качает головой. Браво! Вся Украина, весь Севастополь, весь Черноморский флот и вся Россия, весь Евроспорт гордится тобой, Павел. Здорово было сработано. Почему такая радость? Почему такие эмоции? Потому что Бенджамин Адыгбуи не проходной боксер, не подставной, не случайный. Почему такой быстрый нокаут? Ну, честно сказать, это желание любого спортсмена закончить бой быстро. Но мы с Бенни очень хорошо дружим. Мне жалко, что такие последствия. Я, конечно, хотел выиграть. Но есть небольшой осадок. Но я думаю, переводить туда-обратно мы с вами не будем. А чувствуется, что Павел все-таки переживает. Да, это большая радость выиграть. Но в то же время он хорошо понимает. Что ты предпочитаешь в финале? Чабану или Лонте? Пусть будет победить лучше. А я буду стараться сделать для себя все, что у меня возможно. Для выиграть финал. Я не волнуюсь, потому что я надеюсь, что лучший победит, и я сделаю мою best. До свидания. До свидания. До свидания. Это не пустые слова. Посмотрите на его глаза. Да. Привет, Сэм. Привет тебе тоже. А у нас с вами небольшой перерыв. Но затем мы вернемся, чтобы увидеть все в прямом эфире в турнире Суперкомбат в бойцовском клубе на канале Евроспорт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжается турнир Суперкомбат. Финал турнира. Дима Торзок И как раз в полуфинальном бою, во втором полуфинальном поединке Сойдутся Исмаил Лонд и Себастьян Чабану. Вот он, Себастьян Чабану. Исмаил Лонд из Суринама и Себастьян Чабану в Румынии. Мистер Боль и сын Дракулы. Чья возьмет, как вы думаете? Еще один полуфинал. А первый полуфинал вызвал небольшой шок у румынской публики, потому что досталось боксеру, который выступает под румынским флагом, Бенджамин Адек Буи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А. grote- Brokow Продолжение следует...